Всего на несколько дней в Чебоксары приехала белорусская ярмарка. Чтобы привезти весь товар, продавцам потребовалось 16 грузовиков. На чем делают акцент белорусские производители и что выбирают покупатели, расскажет наш корреспондент Мария Никифорова. Марина Иванова пришла на белорусскую ярмарку за подарками. Рассказывает, для нее это уже стало традицией. На таких выставках можно найти немало оригинальных качественных товаров. Я ищу подарки близким и родным на Новый год. И вот случайно заглянула сюда, на белорусскую ярмарку. А тут оказывается столько всего, что с пустыми руками отсюда не уйдешь. Можно скупить пол ярмарки. Подходим молодые люди, девочки, мальчики. Все вкусненькое, свеженькое, пожалуйста. Эта палатка притягивает покупателей не только к громогласным продавцам. Аромат мясной продукции чувствуется уже на остановке у МТВ-центра. Грудинка, сало, фирменная белорусская кровяная колбаса. Продавцы уверяют, здесь только натуральное мясо. А от изобилия конфет у сладкоежек разбегаются глаза. Пряники с необычными начинками, конфеты, печенье, пастила, халва и разные сорта меда. А на соседнем прилавке можно выбрать чай. На ярмарке, которая разместилась перед МТВ-центром, выставлены не только продукты питания, но также текстиль и одежда. В составе только натуральное сырье, шерсть, хлопок и лен. А в мороз согреют вот такие варежки, шапки, валенки и носки. Я знаю о высоком качестве белорусского текстиля. Ну и как бы все у них сделано по ГОСТу. У них работает отдел технического контроля до сих пор. И проверяется все по качеству ОТК. Только потом уже шьют изделия. Как бы изделия прослуживают очень долго. Белорусская ярмарка будет работать в Чебоксарах до 4 декабря. Мария Никифорова, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.